Выход Windows 11 23 H2 уже не за горами, поэтому я подготовил вам крайне полезное информативное видео, в котором вы узнаете дату выхода системы, ее минусы и плюсы. Начнем с того, что в параметрах появилась вкладка «Главная», в которой можно настроить тему, выйти в учетную запись Microsoft, настраивать Bluetooth, а также перейти на рекомендуемые параметры, которые при каждом входе разные. Появилась новая программа архивации данных, в которых можно сохранять пароли, Wi-Fi, параметры установленных приложений и даже закрепление в пуске. А насчет файлов, папок и прочего я сомневаюсь, так как лимит 5 гигабайт в диске. Изменена вкладка «Игры», а точнее вкладка «Графика», в которую наверняка многие, как и я, заходят очень часто, когда скачивают какие-то игры, а у них две видеокарты. Добавили микшер громкости прямо из-под быстрых настроек, теперь не нужны какие-либо треки и программы, и я считаю, что эта функция крайне полезна и удобна. На вкладке «Современного управления питанием» наконец можно настраивать кнопку выключения. По ней можно сделать спящий режим, обычное выключение, либо ничего не делать, либо даже выключить дисплей. В категории «Система» теперь есть вкладка для разработчиков, которую нужно было раньше где-то далеко искать, а теперь она есть сразу. Добавили на вкладку «Восстановление починку системы» с помощью «Центра обновления», и скорее всего это просто «Дисом». Ну а в целом я считаю, что параметр очень полезный, зная какая система Windows устойчивая. Добавлена вкладка «Динамическое освещение», мне про неё нечего сказать, для меня это не нужная вкладка и она не закрывается никак. Теперь перейдём к проводнику. Хочу начать с того, что добавили крайне неудобное для меня нововведение. Microsoft решили сделать браузерный вид, и кнопка перезагрузки страницы теперь находится слева, а не как нам привычно чуть-чуть левее поиска. Сам внешний вид также поменялся, проводник стал намного красивее и удобнее. Но, что самое обидное, они так и не завезли нормальное открытие новых вкладок с помощью перетаскивания. Вроде элементарная вещь. Появилась вот такая вкладочка «Сведений», которая всё равно не отображает вес папки. Этого ждали, наверное, все. Исправили вкладку «Совместимость», которую так все упрекали в Windows 11. Появилась в проводнике вкладка «Галерея», которая сортирует фотографии и видео от самых новых до самых старых. Это крайне удобная и полезная фича. Конечно же, если она не будет тормозить. Ещё одна вещь, которой так не хватало в Windows 11, да и в целом системе, это поддержка архивов, кроме zip. Поддерживаются такие архивы, как RAR, 7zip, TAR, TARGZ, TGZ, TXZ, TBZ и некоторые другие. Но спешу оверчить. Архивы можно только открывать, и чтобы создавать те же TGZ или RAR, нужны те же программы. В отличие от 22H2, этому обновлению уже трудно дать слоган «Если хочешь сделать человека счастливым, отбери у него всё и верни половину», так как уже вернули почти всё, что надо. Но имеется ещё пара проблем, решения которых я ожидал вместе с выходом 23H2. В пуске до сих пор нативно нельзя убрать меню недавних, хоть его и можно сделать минимальным, но на Full HD при включённом режиме больше закреплений имеется просто большая дырень снизу, вместо которой можно было бы сделать рекомендации ниже и сделать пятую строку закреплений. В Windows 11, 23H2 до сих пор нельзя делать новые вкладки, перенося папки с помощью мышки. Это было удобно, но это не завезли. Причина, по которой до сих пор Startleback имеет популярность, это то, что в обновлении так и не появилась раскраска в чёрный цвет доисторических программ. Те же управления дисками, диспетчеры устройств и много-много других, они до сих пор белые, и ночью запускать эти программы просто больно. Ну и самое сладкое изменение – переписанный Win32. Да, это хоть и не полностью сделано, но они обновили систему уровней ниже. На практике я заметил, что это ни на что не влияет, и даже в какой-то степени становится лучше. Но, по крайней мере, стинг к таким обновлениям ещё не готов. Касаемо даты выхода. Сегодня должно состояться мероприятие Microsoft, где расскажут о новых устройствах Surface, а также анонсируют либо начало развертывания Windows 11, как это обычно происходит где-то вечером, либо анонсируют дату выхода Windows 11. Я могу прогнозировать, что обновление выйдет где-то в конце октября, так как есть над чем поработать. Кенна Реветка до сих пор крайне нестабильна, и если два раза подряд открыть проводник, он просто перестаёт что-либо отображать. Минусов может быть много, о которых мы не знаем, но эта проблема имеется уже более двух месяцев, и Microsoft с этим ничего не делает. Капилот также выглядит очень сыро. Скорее всего у нас в странах славян, кроме какой-нибудь Польши, он точно ближайшие полгода будет недоступен. Про Россию я вообще молчу. Стоит ли ставить обновление, когда оно выйдет? Почти что да. Да, хоть я и заметил, что имеются некоторые проблемы с оптимизацией, система будет становиться на глазах лучше, да и тем более, скорее всего, не всё, что я перечислил, есть в системе. И оно будет вводиться точно так же, как и год назад, в виде так называемых моментов. Уже через год мы с вами застанем культовое обновление Windows, которое должно изменить наше отношение к этой системе, и обосраться с нововведениями у них просто нет возможности. Если вы тот человек, который не сносит систему никогда, и она стоит более года, советую дождаться какой-нибудь Moment 2, дескать, обновиться где-то в ноябре или декабре. Если же вы человек портативный, как и я, у которого самые важные данные не находятся в системе и лежат где-то в облаке, определённо можно поспешить и поиграться. Но самый главный совет, если вы всё же решились на обновление до Windows 11 и 23H2, не обновляйте систему, а ставьте её по новой. Если вы обновляете её через центр обновления, а уж тем более через ISO образ и пункт обновления, вы автоматически снимаете с себя ответственность за стабильность системы. Систему нужно ставить по новой, даже когда выходит просто годовое обновление. Про кумулятивные обновления я молчу, их можно ставить как угодно. Но касаемо 23H2 нужно сделать огромнейшее исключение, из-за переписи некоторых системных компонентов, багов и свежеиспечённости системы. Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11 и 23H2? Определённо да. Для того, чтобы одной фразой объяснить каково это, это то же самое, что перейти с iPhone 10 на iPhone 15. Тут уже судить вам. Если у вас какое-нибудь хотя бы второе поколение i5, то конечно же переходите. Но если у вас Core 2D или ещё что хуже, то лучше даже десятку не ставить и сидеть на восьмёрке. По поводу моей старой деятельности, я давненько делал сборки систем, которые сразу же настроены. Показаны скрытые файлы, отключены проверки и всё такое. Я планирую это сделать с выходом Windows 11 и 23H2, без всякой вкусовщины в виде обоев, а просто уже готовая настроенная система. На этом у меня всё. Если хотите видеть больше обзоров, можете подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, как вам вообще обновление. У меня также есть телеграм-канал, где я пишу посты и разные новости о себе и сфере Windows. Там же кстати и чат есть, в котором уже сотня человек. И мы там часто беседуем о Windows 10. Желаю всем удачи и до скорой встречи.